Итак, мы продолжаем изучение второго послания апостола Павла к Тимофею. Мы пока еще в первой главе и только начинаем открывать для себя глубину, написанного апостолом Павлом. На прошлой лекции мы разбирали стихи, в которых Павел пишет Тимофею, что он помнит о нем. Но также и то, что Павел напоминает Тимофею о том, что необходимо возогревать дар, который в нем. Тимофей, не забывай об этом. И опять же мы вспоминаем о страданиях Павла. Он находится в римской тюрьме. И если он находится в мартинской тюрьме, то он на два этажа под землей, в очень холодном и темном месте. И сегодня я хотел бы с этого начать, потому что мы будем говорить о страданиях. Апостол Павел пишет о страданиях ради Евангелия. Но давайте вначале подумаем о том, что вообще представляют собой страдания. На страдания можно посмотреть с разных сторон. Иногда мы думаем, что страдаем, потому что простыли, или плохо себя чувствуем сегодня. Но вот здесь, в России, я встречался с людьми, которые претерпевают настоящие страдания. Я встречался с людьми, у которых не хватает денег на жизнь, не хватает денег на еду. Скоро начинается учебный год в школе, но нет денег на учебники для детей. И это тоже страдания. Можно поговорить о погоде. Сейчас сильная жара стоит. И в квартирах очень жарко. И за ночь воздух в них не успевает остыть. Это тоже страдания. Страдания от жары. Или зимой, когда стоят сильные морозы. Можно сказать, что мы страдаем от страшного холода. И очень часто страдания касаются тех обстоятельств, в которых мы находимся, того, что с нами происходит. Но если у кого-то и было право жаловаться на обстоятельства и трудности, то это был апостол Павел. Но вот интересно, как он сам говорит о своих страданиях. Он радуется в них. Он считает привилегией страдать ради Евангелия и Иисуса Христа. Обстоятельства, в которых он находится, ужасны, невероятно тяжелые обстоятельства. Он знает, что его казнят. И мы узнаем из преданий, что апостола Павла взяли из этой тюрьмы, привели на место казни, попросили склонить колени и отрубили ему голову. Вот это страдание. И он пострадал не из-за того, чтобы был сильно умен или был сильно богат. Он пострадал лишь за одну, за Евангелие Иисуса Христа. И когда он пишет эти стихи своему другу Тимофею, который находится в Эфесе, он пишет, «Тимофей, я знаю, что непросто. Я знаю, что лжеучителя приходят в город, но ты должен переносить страдания с радостью, потому что ты страдаешь ради Евангелия Иисуса Христа». И нам сегодня совсем непросто читать эти стихи, потому что в нынешнем веке мы постарались отделить страдания от Евангелия Иисуса Христа. Сегодня в Америке немало проповедников, которые учат, что Бог желает благословить нас. Бог хочет, чтобы ты был счастлив, чтобы ты был наполнен. И по сути они говорят, что ты не должен страдать. Нужно иметь правильное отношение, и Бог будет обеспечивать, будет все давать, будет финансовое процветание, и страдать совсем не нужно. И что происходит? Богословие уже основывается не на кресте, не на Евангелии. Особенно в западном мире богословие основывается на мне, на человеке. Все вращается вокруг меня. Если я буду правильно себя вести, то Бог благословит меня. Если я буду позитивно исповедовать, то Бог благословит меня. Если я буду так работать, или буду что-то делать, то Бог поможет и благословит меня. И апостол Павел пишет Тимофею в своих посланиях, и я перефразирую его мысль. Это все не ради тебя, Тимофей. Это все ради Евангелия Иисуса Христа. Это все ради здравия церквей. Это все ради того, чтобы быть свидетельством благодати и Евангелия Иисуса Христа. И мы видим здесь пример страданий ради Евангелия. Несомненно, Тимофей претерпевает страдания ради Евангелия. Он старается быть достойным учителем. Он пытается приводить людей к Евангелию и делает это изо всех сил. И Павел пишет ему, Тимофей, не останавливайся, иди дальше. И сегодня мы рассмотрим с вами стихи, записанные в первой главе, стихи с 8 по 14. Итак, 2 Тимофею, 1 глава, стихи с 8 по 14. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Эти стихи можно разбить на два отрывка. И первый отрывок — это с 8 по 12 стихи. Его можно озаглавить «Призыв быть мужественным». Перед лицом страданий Тимофей ты должен сохранять мужество. И вот представьте, стихи с 8 по 12 на оригинальном языке представляют собой одно предложение. Очень часто, когда апостол Павел пишет, он добавляет идею за идеей, продолжая свое предложение. Так что предложение получается большим. Итак, стихи 8, 9, 10, 11, 12 — это одно предложение. Если бы вы сдали работу с такими предложениями профессору, то он бы сказал вам, предложения должны быть короче, а идеи более законченными. Но Павел переходит от одной мысли к другой, затем к еще одной, и все это он выражает в одном предложении, с 8 по 12 стих. Что происходит с Тимофеем? Он начинает стыдиться Евангелие. И 8 стих Павел начинает со слов «и так». И всякий раз, когда мы видим в Писании слово «и так», это означает, что автор подводит некий итог. И следующая мысль связана с той, которая была представлена в предыдущем стихе или предыдущем отрывке. Апостол Павел только что говорил Тимофею о том, чтобы он возогревал дар Божий, который в нем, которым наделил его Господь. «Ты помнишь, Тимофей, о своем наследии, о той вере, которая перешла тебе от мамы и бабушки твоих? И Бог дал тебе духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Итак, Тимофей, так как Бог этого ждет от тебя, так как это Бог хочет видеть в тебе, не стыдись свидетельства о нашем Господе, не меня, его узника. Не стыдись свидетельства Господа нашего. Когда я был еще маленьким мальчиком, в третьем-четвертом классе, я очень смело свидетельствовал о своей вере. Помню, как после школы играл на детской площадке, и со мной было двое детей из верующих семей, и двое или трое из неверующих семей. Я помню, как я смело спорил с ними, убеждал их в том, что им нужно поверить, прислушаться, понять и принять ту веру, которая есть во мне. Но вот я не знаю, что произошло после четвертого класса в моей жизни, но сам того не ожидая, оказавшись в старших классах, под давлением сверстников, или в колледже, или университете, ты начинаешь осознавать, что несогласных с тобой больше, чем тех, кто верят так же, как и ты. И будучи ребенком, во мне была смелость. Я не стыдился Евангелия, готов был говорить кому угодно и где угодно, но потом что-то изменилось, изменилось во мне. Чтобы я стыдился Евангелия, но во мне поселился страх. Я не могу об этом говорить. Я не нахожу мужество в себе, чтобы об этом говорить. И Павел пишет, «Тимофей, не стыдись свидетельства Господа нашего». Он тот, кто дал тебе жизнь, дал тебе цель, дал смысл. Но, Тимофей, я хочу, чтобы ты не стыдился не только этого. Не стыдись меня, узника его. Знаете, иногда так хочется быть друзьями самых крутых ребят в школе. Вот подумайте о своих друзьях. В школе, может быть, о своих взрослых друзьях, может, в университете. О, если бы только я был ее подругой или его другом, я буду чувствовать себя особенным, значимым. И вы становитесь их друзьями, вы наслаждаетесь этой дружбой, и вы купаетесь в лучах славы, в лучах популярности. Если речь идет о девушках, то, может, ваши подруги красивые, талантливые, на вас смотрят с восхищением, вот такие красивые, такие интересные, с вами так весело. И так как вы с ними, то вы чувствуете себя более важными. Если речь идет о юношах, то ваш друг очень сильный, яркий спортсмен, или он очень умен, но он очень популярен. Думайте, если вы только стал его другом, и вы становитесь его другом, и вы чувствуете себя хорошо, потому что он всем нравится. Но если что-то происходит, и они теряют популярность, вы думаете про себя, «Я не хочу быть больше его другом». Он никому не нравится, значит, я не буду никому нравиться. Есть определенные спортивные команды, которые мне особенно нравятся, бейсболе, футболе. Я за них болею. Это мои любимые команды. И я радуюсь, когда они занимают первое место. И огорчаюсь, когда они внизу турнирной таблицы. И Павел сейчас, казалось бы, в самом низу. Раньше были времена, когда Павел путешествовал, большие собрания, переполненные церкви, но сейчас он в тюрьме, в ужасных обстоятельствах. И он пишет Тимофею, «Не стыдись меня! Бог не стыдится меня!» И он пишет, «Вместо того, чтобы стыдиться меня, страдай с благовестием Христовым, силою Бога, осознай силу Божью, проявляющуюся в жизни церкви, и разделяй мои страдания ради Евангелия, силою Божьей». Тимофей, мы оба страдаем ради Евангелия. Ты несешь служение в церквах, учишь ради Евангелия. «Я сделал то, что сделал, и оказался в этой тюрьме ради Евангелия. И Тимофей, силою Божией, мы можем это совершить не своей силою, но той силою, которую он дает. И Тимофей, не стыдись меня!» Вы когда-нибудь чувствовали себя подобным образом? Когда кто-то был вашим другом? Но потом, когда видят вас, отворачиваются от вас. И каждый раз, когда они видят вас, им стыдно признаться, что они знали вас. И они не признаются в этом, находят других друзей. «Это очень больно». И Павел пишет, «Я сижу в этой тюрьме, Тимофей, не стыдись меня!» Мы оба страдаем. Страдаем ради Евангелия Иисуса Христа. И дальше он продолжает, объясняя силу Божью, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати. «Тимофей, дело не в том, что мы что-то сделали, но Бог по своему предопределению, по своей силе, по своему изволению призвал нас, даровал благодать во Христе Иисусе прежде вековых времен». «Тимофей, то, что Бог совершает сейчас, в первом веке, Он замыслил прежде вековых времен». Задумайтесь об этом в контексте того служения, которого вы совершаете сейчас. То, что вы здесь, то, что вы слушаете это или смотрите это, это не случайно. Это часть Божьего замысла. И Он не задумывал это вчера или неделю назад или даже сто лет назад. Бог знал прежде вековых времен, до того, как был сотворен этот мир, что вы возьмете этот курс и будете смотреть эти видеолекции. Он знал это. Он призвал вас к особому служению. По своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. И далее Он продолжает мысль. «Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть, явившего жизнь и нетление через благовестие». Иисус Христос, Тимофей. Это все ради Иисуса Христа. Заметьте, как изменились мысли Павла об Иисусе Христе за прошедшие годы. Он был гонителем Иисуса Христа, как мы уже говорили об этом на прошедших лекциях. И мы не думаем, что Павел лично встречался с Иисусом, когда Иисус был на земле. Но мы помним о том, как Павел старался искоренить новые учения и христианство, преследовал последователей Христа. Он хотел разрушить церкви, но Он полностью переменился в покаянии. И Он пишет, что Иисус Христос разрушил смерть и явил жизнь и нетление через благовестие. Я, наверное, уже раз 30 об этом сказал на протяжении наших лекций. «Все ради Евангелия». Есть еще одна фраза, которую я не раз повторял на лекциях, и она будет уместна здесь. «Вера определяет поведение». «Вера определяет поведение». То, во что мы верим, определяет то, какие решения мы будем принимать в жизни. Тимофей, если ты веришь, что Евангелие в центре нашей жизни дает нам смысл и цель, то это проявится в твоей жизни. Ты не будешь стыдиться, но будешь жить благодаря силе и благодати Иисуса Христа, кто дает жизнь и нетление. И он продолжает свою мысль. Длинное продолжение еще не закончено. «Для которого я и поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь». Тимофей, я не выбирал то, что я делал. Он избрал меня. Он призвал меня. Он попросил меня это делать. И я делал это с желанием. И я сейчас здесь, в этой тюрьме. Света почти нет. Каменные стены. Ужасно холодно. Но я думаю о тебе. Я молюсь за тебя. У меня слезы на глазах, когда я вспоминаю о тебе. И если бы у меня была возможность еще раз навестить тебя, я бы не раздумывал. Тимофей, я бы был с тобой, но я не могу. Я думаю, что моя жизнь подошла к концу. Но, Тимофей, следуй примеру Иисуса Христа. А это значит, что нужно будет страдать вместе с Ним. Но как? Как я должен это делать? Я студент, учусь в университете. Или я отец, или мать. Или я бабушка. Или мне 12 лет. Я все еще учусь в школе. Как мне следовать примеру Иисуса Христа? Как мне на практике являть свою христианскую веру? Хотел бы дать вам три совета. Первое. Пусть это проявляется в том, как вы говорите и как вы живете. Когда мы говорим, что вера определяет поведение, мы подразумеваем, что если вы хотите понять, во что кто-то верит, посмотрите на его поступки. Поэтому в ваших словах, в вашем образе жизни должен отражаться Христос. Это не значит, что нужно жить в монастыре на вершине холма и жить там до конца своей жизни. Страшно бояться совершить ошибку. Полностью устраниться из жизни общества, чтобы не совершить ни одной ошибки. Не это надо делать. Иисус Христос хочет, чтобы вы оставались в мире. Но, живя в мире, следите за тем, что вы говорите и как вы это говорите. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Я уже говорил в предыдущей лекции, что порой, когда я говорю что-то своей жене, то, что я говорю, само по себе неплохо, но проблема в том, как я это говорю, каким тоном голоса я это говорю, или с каким отношением. Порой в этом проявляется раздражение, отсутствие любви. И люди слушают, что вы говорите. И через это вы также можете уподобляться Христу. Но это еще не все. В нашей культуре важно, как люди одеваются. Мы живем в американском обществе, и особенно молодые девушки, нашей дочери 16, и сейчас стало совсем непросто находить ей скромную одежду, чтобы при этом еще хорошо выглядеть. Я уже говорил о том, что мне не нравится ходить по магазинам. Моя жена с дочерью иногда ходят по магазинам, что-то выбирают, а потом просят моего одобрения. Не сильно ли это облегает, не сильно ли короткое платье, или может оно слишком привлекает внимание. И честно, иногда говорил дочери, очень красиво. Но иногда мне приходилось сказать, Микела, я сожалею, но это платье будет привлекать слишком много внимания к определенным частям твоего тела. Ваша одежда должна соответствовать образу христианина. И это не значит, что вы должны быть некрасивы. Вы должны выглядеть красиво. Но вам следует одеваться так, чтобы вы не были преткновением на пути к Евангелию. Иисус и Христа, мужчины, то же самое. То, как мы живем, то, как мы одеваемся, то, как мы ведем себя, наше отношение, наше поведение. Итак, как уподобляться Иисусу Христу? Первое. В словах и образе жизни. Второе. Стремясь к единству с другими людьми. Я уже несколько раз говорил на этом курсе, что мы живем очень в индивидуалистском мире, когда все вращается вокруг меня. Я могу придумать себе свою религию, поступать, как мне хочется. Я в церкви своей повторяю об этом много раз. И сейчас хочу вам об этом сказать. Бог никогда не задумывал, чтобы христиане жили в одиночку. Христиане могут проводить время наедине. У меня есть свое тихое время, когда читаю Библию и молюсь. Но по-настоящему христианской жизнью можно жить только в общине. Вы скажете, «Ну, я посещаю церковь, там, 500 членов, или тысячу членов, или там, 50 человек». Об этом идет речь? Не обязательно. Малые группы, общение с другими людьми, когда вы сможете обсудить то, что слышите. Единство возникает тогда, когда мы проводим жизнь вместе. Мы с женой много лет являемся частью малой группы в нашей церкви. В этой группе есть те, кто младше нас, есть те, кто старше. Где-то 4 или 5 семей посещают нашу группу. И у нас много общего. Был один случай, когда один мужчина, женатый мужчина, пришел без своей жены. И все стали спрашивать, «А где твоя жена?» Он говорит, «Мне нужно вам кое-что сказать». Мы сели и начали разговаривать. Он говорит, «Мне нужно исповедоваться. Я изменял своей жене с другой женщиной». «Ты что?» Он мне уже говорил об этом, я знал, поэтому я не был таким шокированным, как остальные, которые слышали об этом впервые. Он продолжал, «Я был неверен своей жене. Я исповедовался ей, исповедовался Богу. У моей жены нет желания приходить сюда. Она эмоционально опустошена». И в нашей группе никто не нашелся, что сказать. Все были в шоке. «Быдем молиться о тебе? Что мы можем сделать для тебя?» «Сейчас, наверное, вы ничего не можете сделать. Молитесь за меня». Чувствовало сединение сердец. Да, был страх. Был шок. Была грусть. Даже был гнев. Никто этого не выразил, но я знаю, что был гнев в сердцах людей. Я сам думал про себя. «Что ты наделал? У тебя красивая жена. У тебя дом. Почему ты так поступил со своей женой?» Об этом можно говорить, когда вы вместе, когда есть единство, когда вы проводите жизнь вместе. Вот так мы можем уподобляться Иисусу Христу, проявляя единство. И третий путь уподобления Христу это принятие послания, Евангелия Иисуса Христа. Есть одно послание. Иисус Христос сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Сегодня существует много религий, и каждый предлагает свой путь. И я говорю, я сожалею, что христианство претендует на свою уникальность, но Иисус сказал, «Я единственный путь». Но при этом каждый может пойти этим путем. Да, путь узок, но каждый может пройти им. И мы уподобляемся Иисусу Христу тогда, когда принимаем это единственное, истинное послание. Итак, как мы можем быть подобными Христу? Следя за тем, как мы и что мы говорим, и как мы живем, проявляя единство и общность с другими верующими. И третье, принимая послание, Евангелие Иисуса Христа, в котором есть сила для преображения. И Павел в этих стихах дает понять, вот почему я страдаю. Но далее, мне очень нравится, что он пишет в 12 стихе, «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Тимофей, я не стыжусь. Да, Тимофей, я в этой тюрьме, здесь холодно, здесь тяжело, но я не стыжусь. Евангелие Иисуса Христа. И Тимофей, и ты не стыдись. Пожалуйста. И вот этот призыв быть мужественным в стихах с 8 по 12 далее сменяется призывом хранить истину в стихах с 13 по 14. Иисус однажды сказал, «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Но как держаться этой истиной? Об этом Павел пишет в 13 и 14 стихах. 13 стих. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верой и любовью во Христе Иисусе. Я тебя многому научил, Тимофей. Ты многое перенял от меня». Здесь интересное слово «образец». Оно имеет значение быть примером. Вот наши дети, когда они были маленькими, они любили рисовать. И у Челлера были особые способности к этому. И когда он был маленьким, он расстраивался из-за того, что не мог нарисовать то, что хотел. И что мы делали? Мы печатали картинку, где контуры изображения были отмечены черными линиями. Вот представьте, на этом листе картинка, и он сверху клал чистый лист бумаги, и затем он брал фломастер и повторял контур изображения уже на своем чистом листе бумаги. То есть он смотрел на образец и срисовывал с него. И в итоге он смог нарисовать свою собственную картину. И по сути, это то, что Павел говорит Тимофею здесь. Держись образца, держись примера, следуй за образцом здравого учения, слышанного от меня, то, что может умудрить тебя к спасению. «С верою и любовью во Христе Иисусе храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». И ключевое слово здесь «храни». «Храни доверенное тебе». И в каком-то смысле Павел говорит следующее. «Мне был доверен этот депозит. Мне был дарован этот дар. И я должен был мудр и верно распорядиться им. И я передал это тебе». «Теперь ты храни это». «Не клади это на полку». «Не стыдись этого». «Но храни это». «Используй это». «Держись этого». Может, у кого-то есть бабушка или прабабушка, которая хранит драгоценности. У меня есть знакомые женщины, которые хранят украшения, которым уже больше ста лет. Прабабушка передала своей дочери. Прабабушке прабабушка передала бабушке. Бабушка передала их маме, а мама уже им в день свадьбы. И мама говорила, «Дочь, вот в твой день свадьбы я даю тебе эту брошь или ожерелье. И это жерелье было куплено еще твоей прабабушкой, еще, может быть, в прошлом веке. Она продавала яйца, продавала молоко, чтобы скопить деньги, чтобы купить его. И это украшение, которое я даю тебе сегодня, оно драгоценнее золота. И не из-за того, что сегодня оно стоит очень дорого, но потому, кому оно принадлежало. И твоя прабабушка бережно хранила его в красивом футляре, в безопасном месте. И когда твоя бабушка выходила замуж, она достала это украшение и подарила ей. Затем я получил это в день свадьбы. И вот теперь ты выходишь замуж, и я даю это тебе». И Павел пишет Тимофею, «Тимофей, тебе была дарована драгоценность». Он пишет, «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Познание о святом, о том, кем является Иисус Христос, о Евангелии, но не прячь это в красивый футляр. Используй. Но, тем не менее, храни это, держись этого. И вам, сегодня, живущим в 21 веке, был дарован депозит, залог. И вот последние несколько дней я делился с вами слово, потому что мне было даровано сокровище, а также возможность учить вас тому, что написано здесь, на этих страницах Священного Писания. И я делюсь этим сокровищем с вами. Когда вы закончите этот курс и продолжите свою жизнь, я бы хотел, чтобы вы осознавали, что я передал вам драгоценное сокровище. И дело не в том, кто я. Совсем не важно, кто я. Не важно, откуда я. Не важно, важен я или нет. На самом деле, я совсем не важен. Но мне было даровано сокровище. Мне была даровано способность думать, вникать, изучать, учить Божьему Слову. Я излил перед вами то, что у меня на сердце. Но самое главное, я поделился с вами значением стихов из этой книги, из двух посланий. А что будете делать вы? Вы можете закончить этот курс и сказать, ну, было достаточно интересно, хотя что-то было достаточно скучным, лекции слишком длинными, хотелось поскорее досмотреть. Или вы скажете, «Я помню, нас учили этому», когда мы разбирали какой-то стих в какой-то главе. Или когда вы будете беседовать с кем-то об учении Христа, вы скажете, «Я помню, что рассказывал нам учитель на этом курсе». Позволь найти мне это в Библии и поделиться значением этого стиха с тобой, потому что это имеет к нашему разговору прямое отношение. Вы понимаете, что я хочу сказать? «Я передаю вам то, что было даровано мне». И вы призваны делиться этим. Когда-то, где-то, с кем-то. Вы должны будете передать это дальше. Этот дар Божьего Слова, эту истину, которая сокрыта в нем, эта истина никогда не перестанет быть актуальной. И отдавая другим, у вас не убавится. Потому что Слово будет приумножаться. Как вы поступите с тем сокровищем, которое даровано вам? Я стараюсь делиться, и я молюсь, чтобы и вы так поступали. Итак, мы разобрали еще одно место из второго послания к Тимофею. Первая глава, стихи с 8 по 14. И когда мы вернемся, мы закончим первую главу и начнем разбирать вторую главу. А сейчас перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует...